привет ребят сегодня наше видео начинается задом на перед утром не было времени вам показать во первых всех с днем святого валентина у нас сегодня капитально подвели поэтому щитоке с водички бахнет и будем гроши считать вот такой на мордничек на себя как он надевается так как я вам зачем дышать наверное так наверно наоборот что сделать если на мордник падает защипить его сюда одеть вот такие рукавыцы канутка гангстер короче всех днем святого валентина ребятки сегодня не было возможности снимать эрика опаздывала на работу застряла в трубке у мишки заболел ребенок бегали туда-сюда короче я вам только пустые котелки сегодня покажу пустые котелки не можем день святого валентина опять сидеть в кастрюлях и готовить надо чтобы другие нас угощали начинаем работать считать денежки днем и вечером наша улетел к нам сегодня гость приходила ко мне сегодня приходила гость шакира и силе отец в сейфе пусто все деньги здесь так что сейчас я вам покажу все моих накормили они пришли нас поздравить днем святого валентина но нам пришлось их кормить так что ребятки еще вечером мы будем с вами здесь олилёк начинает в обмундировании считать денежки шакира 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 пришла по ленту а ленту шакира 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 среза Добавляю шакирину, шакирину и шакирину. Ммм, вкусно? Ммм... Человек в шакето, да? Ммм... 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 常атся в себе. Мг eine保шtyна что ли genommen? Сегодня race, Валентинович, Свято Валентинович! Я уже не longer semester шакирины. Я не знаю, я уже enough. сам кока-коли моем кока-колой хорошо вы думали хорошо живем так же кушай детка кушай расти надо ти faccio filmato так что мы сегодня будем облизывать наверно ничего наверно андре андрей си посоле каретей у фами и я давай давай андрей слава бене лава бене киси лавора сан валентином анну манжат ухо mandate pure tanto non devo andare io а casa tanto devo tornare qua cosa me не фрега я все равно должна возвращаться что же я стою чтоб домой ехать едь не едь а проезжайте уже все о блин у них денег не заработает в той будке что ребята так сказать и дома вернее не дома у луи джина кто-то из вас задал такой вопрос заварить кофе в гейзерной кофеварочке у меня дома такой кофеварочки нет у меня электрическая у луи джина есть и она у него не одна вот это одна из этих кофеварочек принцип простой состоит она из двух частей решеточка для кофе для воды вот это вот паровой клапан ну и сам кофе сборник так сказать будем собирать на своем кофе и вот такая кофе варочке ее без фокусом не может тут у нас по моему на 8 чашек давайте начнем с того что если кофеварка новая первых пару кофе лучше выбросить на что надо обратить внимание кофе варке но вот эту вот резиночку если она изнушенная у вас кофе или она все на плиту вылиться вообще будет невкусно я кстати раньше когда ездила на украину я каждый раз с собой везла кофеварочку потому что раньше на украине они не продавались и кофе и или по этот уровень по этот клапан или если вы хотите кафе ристрит то есть короткий кофе вы можете налить чуть 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 меньше я налью чуть чуть теперь все предметы должны быть сухие так как я сполоснула они у меня уже мокрые поэтому мы его сейчас высушиваем и валерчик ты спрашивал за кофе вот еще одна марка кофе кстати это очень хороший кофе или я тебе было написано на русском языке и мы наполняем эту решеточку хотите при вас поближе главное не рассыпать у меня был такой смешной случай с кофеварочкой наполняем какого помола кофе среднего ребята среднего если очень мелкий кофе он не будет у нас просто выходить вот я насыпала полную я не вдавливаю я ее только чуть-чуть приравниваю так вот сравниваю уровень так сказать но ни в коем случае не вдавливаю внутрь потому что теперь за случай была у меня одна бабушка с болезнью у меня как всегда все дали бабушки с болезнью алтсгеймера она решила себе сварить кофе это уже везли я не знаю что она туда короче по моему она даже и сахара насыпала и воды налила в общем сделала в общем готовый кофе и поставила это на плиту вы помните как я вам рассказывала как мы варили самогон точно так же эта бабушка сварила кофе он у нее выстрелил весь потолок был в кофе хорошо что сама не обварилась поэтому берем полотенечко и хорошо зажимаем если у вас резинка хорошая все хорошо зажмется если у нас у луиджина сейчас включится газ то мы с вами еще и кофе пьем наш луиджина газ пьетой не пользуется у него все это выключено поэтому сейчас будет выходить воздух сейчас надо найти спички в этой фигне оно все не зажжется еще и спички не отцелили молодец выезжает один воздух один воздух так одно есть нам надо маленький важный фактор в этой гейзерной зажигалке чтобы огонь не выходил за рамки самой кофейной машинки поэтому экономим луиджину газ ставим ее на газ и убавляем огонь чтобы он был чисто под нашей кофе уворачивать желательно говорят этот клапан поворачивать в себе чтобы вы видели выход извините у меня засвонил телефон так значит клапаном мы можем поворачивать в себе чтобы мы видели выход пара что важное значит огонь средний кофе помол не мелкий средний но кстати я пользуюсь и этим кофе и для кофе машинки и для гейзерной в общем для меня как бы разницы нет хотя при продаже кофе написано или это для кофе эспрессо или это для обычной кафеварки обычно указывается на данном кофе кафе мачинато без очков не бачу эспрессо по моему эспрессо есть написано эспрессо эспрессо это значит не для кофеварки а для электрической кофеварки ну ребята мы с этого кофе сделаем себе кофе эспрессо мы даже возьмем очень красивую чашечку так у меня тут были такие навороченные чашки 350 чашек берем любую что еще важно сказать об этой кофеварке алюминиевая или нержавейка есть такие как сказать что алюминиевая кофеварка вредная нифига наоборот говорят итальянцы что алюминиевая кофеварка придают кофе особый вкус поэтому не верьте если вам говорят что алюминиевая это вред у нас всю жизнь наши родители и все пользовались алюминиевой посудой а когда вьетнамцы к нам приехали они вообще у нас эту всю посуду выкупили и уехали и дружно живут в своем вьетнаме и пользуются этой посудой все это за лобом так сказать так а мы ждем нашего кофе кстати когда кофе начинает закипать и вы слышите вот тут такой характерный звук слышно? оно уже булькает желательно крышечку не открывать потому что если вы крышечку открываете оно просто может у вас вылетать и брызать на всю плиту поэтому при закрытой крышке мы слушаем выход кофе мы кофеварочку выключаем даем всему этому кофе выйти потому что если вовремя не выключим получится то что получилось с моим мужем он у меня спалил кучу кофеварок и кофе кстати получится невкусным он получится горелый потому что кофеварка резинка будет гореть кофе будет поддать поэтому кофе варится очень быстро оно свалилось при вас теперь мы имеем право открыть и это кофе перемешать почему мы его перемешиваем да потому что сначала выходит более крепкий кофе а потом уже чисто водичка если вы хотите водичку налить другую а себе налить хорошего кофе то вы так и делаете а у меня друга нет поэтому я на день святого Валентина кофе варю только для себя ну и для вас конечно тут же я вам его наливаю здесь кофе получается без пенки без ничего но мы выпиваем и начинаем гладить рубашки лыжи потом едем на работу понятно все ясно будут вопросы задавайте или у кого на все эти вопросы ответите все пока ребятки до завтра приятного кофе питья ммм ммм ммм